В начале августа Николай Миклуха-Маклай, праправнук и полный тезка знаменитого ученого и этнографа, вернулся из своей уже четвертой по счету экспедиции в Папуа-Новую Гвинею. За время почти двухмесячного путешествия он изучал изменения, произошедшие в государстве, расположенном в юго-западной части Тихого океана. Николай Николаевич, буквально на днях вы вернулись из очередной экспедиции в Папуа-Новую Гвинею. Это та земля, которая в свое время так подробно изучила и, по сути, открыл для мира ваш предок, знаменитый этнограф и ученый Николай Миклуха-Маклай. Насколько я помню, это уже ваше четвертое путешествие. Какова была цель поездки в этот раз? Да, в этом году я провел две экспедиции. Это было в разные абсолютно районы. Абсолютно с интереснейшим материалом, который я собрал, я вас сейчас постараюсь познакомить. В первый раз в этом году я отправился в регион Маданг, именно там, где находится берег Маклай. И там, где, как вы правильно сказали, проводил свои исследования Николай Николаевич Миклуха-Маклай, который известен не только у нас здесь в России, но и в Папуа-Новую Гвинею. Там мне было достаточно просто, потому что я уже там в третий раз. И эта экспедиция, она отличалась от других тем, что я отправился в одиночку. Трудно достаточно, когда ты едешь с группой, заботиться обо всех. И это, конечно, отвлекает иногда от главной цели. А вот цель моей экспедиции в этот раз было посмотреть те изменения, которые происходят в связи с тем, что налаживается хорошая связь благодаря интернету. И начинается серьезное влияние благодаря им. Потому что мы сами знаем, как влияет на наших-то детей, да и на нас, та информация, которую мы получаем благодаря гаджетам. И вот это была моей целью. Я взял с собой, помимо всего прочего, еще и первый том собрания сочинений Миклуха-Маклая именно об этих деревнях, которые я посетил. Целью того, чтобы познакомить моих друзей с той историей, которую, ну, возможно, они не настолько хорошо знают. Но выяснилось так, что они во многом очень хорошо сохраняют историю благодаря своим пересказам. И были удивлены, насколько точно Миклуха-Маклая писал и сделал рисунки, тех их предков, которых они узнали. И это, конечно, меня потрясло. В этой экспедиции, вы знаете, мне удалось посетить 10 деревень, составить абсолютно точный план каждой семьи. Работал я не один, а привлек и своих друзей, папу новых веницов из деревни Гаренду. Я в деревне Гаренду на берегу Маклая старейшина, и поэтому имел право не просто попросить помощь, а даже немножко потребовать. Но они с радостью, без всяких требований согласились, и мы работали командой, обходя каждую хижину, и узнавали, сколько есть гаджетов, какой состав семьи, как устроено их хозяйство. Вот это все описание я впервые сделал, и я думаю, что это впервые не просто я сделал, а никто до этого и не делал даже. Вот этот материал я буду обрабатывать. Ну а первыми результатами могу поделиться. Гаджетов очень мало, и несмотря на то, что хороший интернет, несколько всего лишь лэптопов или так называемых компьютеров, и десяток, можно сказать, хороших телефонов. Ну, чуть больше, если 10 деревень, там может быть 2-3 на каждую деревню хороших телефонов, которые позволяют именно смотреть какие-то новости, узнавать о внешнем мире. Вот такие первые открытия у меня, и помимо этого я должен сказать, что впервые мне, конечно, понравилось то, что я интегрировался в деревню, в жизнь деревни, не просто как праздничный генерал, как гость дорогой, а как действительно часть семьи, который приехал спокойно, не привлекая много внимания, и начал жить как абсолютно нормальный деревенский житель, знакомясь уже с размеренным бытом в какой раз, но уже немножко по-другому, общаясь с ними ежедневно, вечером на так называемых посиделках, если мы будем говорить по-русски, а по-попуаске это называется ток-ток, то есть разговоры по итогу дня, это важная часть ежедневного быта, можно сказать, ежедневного расписания ток-ток нового в Венеции, вот так вот, это прошла первая экспедиция. Николай Николаевич, да, а как вот по вашим наблюдениям изменилось государство за все эти годы, что может быть интересного еще удалось вам повидать, я знаю, что вы побывали даже в деревне, где живет народ Моту, и эту деревню, как правило, обходят туристы стороной, вот почему так? Вы знаете, Моту это в центральной части, точнее, в столице, в столице Порт-Морсби, неоправданно он считается второй по опасности столицы мира, неоправданно по той причине, что опасность простая, там просто есть действительно карманники, ну что делать, если карманы быть закрытые, и не показывать всем, что у тебя много денег, то и все это будет в полной сохранности. Моту доброжелательный народ, на языке, кстати, Моту очень многие говорят в Порт-Морсби, дело в том, что он существует, государство очень серьезно развивается, и очень много экспатов, то есть из-за границы, приехавших и работающих там, развивается действительно государство, за последние 4 месяца с премьером Папу Нового Гвинея встретился и лидер Индии, и лидер Китая, Макрон, лидер Франции, приезжало точно так же второе лицо Соединенных Штатов для обсуждения различных экономических вопросов. И в этой связи многим тем, кто работает, существует в контракте условия, так называемые, что им можно посещать или проживать только на своей огороженной территории, не посещать ни Моту, ни другие рынки. В большей степени это даже не столько для сохранения их безопасности, сколько просто то старое правило, которое было включено. И вот этот вот миф о том, что они настолько опасны, он, к сожалению, не всегда обоснован. Однако, сразу же скажу, что у попуасов очень жестко считается граница своей территории, своей земли. Если ты приходишь куда-то, ты должен это согласовать. Ты не можешь просто так разгуливать по чужой территории, без того, чтобы объяснить, зачем ты здесь, кто ты такой. И вот если это все происходит, и ты знаешь эти моменты, то это будет абсолютно безопасной. Не просто прогулкой, а интересным путешествием, знакомством с теми, кто проживает там, в основном, на прямо побережье. И на этом побережье они строят дома на сваях, то есть на воде. Дома на воде очень красиво смотрятся, рядом с хорошими высотными отелями, которые были построены в 2018 году, к саммиту отец. И вот после этого, конечно, столица преобразилась. Я вам должен сказать, что вот до ковида мое последнее путешествие и сейчас совсем другие дороги, большое количество домов, которые были построены. Ну и мне кажется, что и прибавилось народу, потому что появились пробки. Настоящие пробки прямо в столице Порт-Морзе. Это вам не деревня на берегу Маклая. Николай Николаевич, вы упомянули о своем статусе старейшины, и я знаю, что этот титул накладывает определенные обязательства и соблюдение ритуалов. Правда ли, что вам, например, надо было поймать и преподнести в качестве подарка свинью? Что это за обычай? Ну, свинью, это, конечно, была моя инициатива, но большое, скажем так, уважение, высказать уважение и к своему клану, и вообще к папуасам и папуановым винейцам, это действительно подарок. Сделать подарок в виде свиньи. Каждый мой приезд, это я всегда обязательно покупаю свинью прямо в Маданге. И при этом, самое главное, забота о жителях своей деревни. То есть я привез также и мобильные телефоны, те же самые гаджеты, чтобы они могли и быть со мной на связи, и, кстати говоря, фиксировать на фотокамере свою жизнь, в последующем отправляя мне важные, интересные моменты, с которыми я прошу меня ознакомить. И это, наверное, самое главное. То есть поймать или убить свинью, это дело, конечно, важное. Но есть и охотники, но они не старейшины. А вот я старейшина по той причине, что еще и они помнят Миклуха Маклая. Они видят мое отношение, они знают, что Тамаборо это был Миклуха Маклая, это Тамаборо как бигмен, как большой человек. Так вот, увидев мое отношение, что я стараюсь сохранить их культуру, я показал им онлайн-музей, который создан. Они увидели свои экспонаты, которые мне отдали до этого, и они увидели, что я делаю работу, которая связана с популяризацией их культуры, и они хотят, конечно же, мне помочь в этом, потому что тоже хотят, чтобы их экспонаты попали в музей. Вот это, наверное, и является причиной, почему они меня делали старейшиной, но это было уже в 2019 году, то есть я уже не первый год как старейшина и как Тамаборо или просто как бигмен. большой человек. Николай Николаевич, а какие еще интересные традиции, особенности быта, может быть, кулинарные рецепты сохранились в этой стране с тех давних времен, со времен вашего предка? Ну, во-первых, все готовят, мы должны понимать, что там нет электричества в деревнях, 87% проживают в деревнях, и как и в любой деревенской семье, каждому есть свое дело. Вот кулинарно они сохранили традиции, ежедневно можно есть батат, ямс, это так называемые те культуры, которые они выращивают постоянно, платки, картофель, безумно вкусно, когда ты еще его поджаришь, бананы, вареные и жареные, а лучше всего, если жареные мне нравятся. Это то, что ежедневно. При этом, я должен вам сказать, кажется, немного белка в сравнении с тем, что мы обычно едим, едим мясо, курицу, другие продукты. Вот. А тело их, если посмотреть, насколько подтянутое. И вот кажется, что не достаток вроде бы белка, по нашим-то расчетам. Да. А совсем все по-другому. Вот оказывается, организм, человек может адаптироваться в зависимости от средиобитания, и в этом плане нету ощущения какого-то недостатка. Я ел еще так же рыбу, поскольку мы ловили ее. Конечно же, все, что мы поймали, все, что попадается, это тоже является нашим блюдом, например, осьминог. Вот вы отметили особенности их телосложения, что они подтянутые. И вот еще, насколько мне известно, у них ведь белые ровные зубы, поскольку нет сладостей, шоколада, сахара в таком количестве, как у нас. Зубы красивые, белые, но не всегда белые, потому что едят они бетельнат. Бетельнат – это такой орех, и смешивая его с так называемым лаймом, как они говорят, а лаймом изготавливается из маленьких-маленьких ракушек, которые перетираются, а потом варятся, и окуная туда, в этот лайм, небольшой такой белый-белый порошок, который становится, масте – это небольшую такую палочку. после этого разжевывая орех, когда ты это пережевываешь, то внутренняя полость рта у тебя становится красной. И вот этот вот орех, это в Юго-Восточной Азии очень многие используют, он дает, и тонизируют. Кстати говоря, бывает и аппетит. Поэтому очень часто они едят один-два раза в день, и с утра, вечером практически никогда. Ну, я должен вам сказать, что мы говорим с вами о регионе Маданг, ведь я же побывал на озере Кутубу, это Южная Нагорье, другой климат, и 20-22 градуса, там в отличие от Маданга моего любимого, где 30-35, там даже в трофическом лесу нам удалось не просто поймать местные жители. Поймали, они поймали древесную кенгуру, она была с малышом. Тут же в буквально 100 метрах от моей хижины райские птицы, тут же белогубые питоны. Потрясающим образом все это дело перемешивается так, что ты видишь еще их землянику и грибы. Наша обычная сыроежка, я не определил точно, но идентична она абсолютно с тем, что я вижу в нашем лесу. Это озеро Кутубу, и там устройство немножко по-другому, если костер устроен в Маданге, так же, как и в большинстве деревень, как кухня на улице, то есть здесь внутри дома, потому что холодно и нужно согреваться. Ну, холодно относительно, конечно, это все в сравнении с нашим климатом отличается. И там тропический лес вековой, с деревьями по 50 метров, с потрясающей красотой озеро, в котором минимум 12 рыб, которые неповторимы, эндемики просто-напросто, которые только там обитают. Они мало того, что этих рыб сохраняют, и в некоторых участках они не ловят рыбу специально, чтобы около полутора лет прошел процесс восстановления. Но отличаются они значимо от региона Маданг. Например, в Маданге нормально абсолютно иметь одну жену, а вот на озере Кутубу как минимум пять. Сейчас они, конечно, косолики, сейчас они, конечно, ветеране. Им говорят о том, что нужно иметь одну жену. И они, да, действительно, в большинстве случаев это и делают. Но некоторые придерживаются старых обычаев, и один из моих товарищей, у него более двадцати жен. Зачем тебе столько, я спросил, ну ты же весь будешь занят. И где они у тебя все помещаются? Ну он сказал, помимо того, что ведь у жены это еще и дети. Он говорит, ты не поверишь, во-первых, они живут в разных деревнях, иногда в разных районах, а во-вторых, это потрясающее влияние. Если мне что-то нужно, я звоню жене. Я испытал это на себе. Мне нужна была помощь, когда я был на озере Кутубу, прямо в центральной столице Порт-Морсби. У меня никого на тот момент там не было. Я говорю, слушай, ну что делать? Давай подумаем, как. Он говорит, не волнуйся, сейчас я позвоню своей жене, а она все решит. И действительно, я понял, что очень неплохая традиция. Мало того, они начинают дружить, потому что в каждом из деревень у него есть жена и дети. Ну как они будут воевать с другом? Конечно нет. Поэтому надо рассмотреть и такой вариант. Почему нет? Ну с другой стороны, как пел Юрий Владимирович Никулин, при таких делах количество тещ ведь тоже увеличивается. Тещу мы оставляем тестью. И вот они там тещи с тестем и продолжают друг с другом жить, а в новую семью не лезут. Николай Николаевич, вы упомянули, я тоже знаю, что из прошлых поездок вы привозили различные уникальные экспонаты, передавали их в музеи. Что привезли в этот раз и удалось ли что-то привезти? Удалось привезти, привезти удалось невероятно интересные вещи. Ну, во-первых, хочу обратить внимание, что экспонаты, все те, которые я собрал, это экспонаты с историей бытования. Что это означает? Если мы приедем в Папуново-Гвинеи, можем пойти на рынок, купить, может быть, подобные экспонаты, но купить то, что создано для продажи и достать или получить в подарок то, что пользуется ежедневно, то, что находится и бытует прямо сейчас, ты знаешь, кто этим пользуется, каким образом, это разные вещи. Поэтому меня не интересовали сувениры и, конечно, только-только те вещи, которые люди используют в реальной жизни. Все эти предметы мне удалось получить в подарок по той причине, что я показал онлайн-музей имени Коха-Маклая и сказал, вот смотрите, какой я музей создал о Папуново-Гвинеи. Если вы хотите, вы можете принести свои экспонаты и также они будут в этом музее и другие смогут это увидеть. И они принесли первое, это полностью костюм женский, который сделан из коры дерева. Это отбивается и превращается в такое полотно, которое накрывает полностью голову и как плащ. Впереди точно так же покрывает грудь с красивым ожерельем. Дальше юбка, она сделана из таких вот кажется веревочек, но они опять же сплетены абсолютно из натуральных материалов. Весь этот костюм я привез, это из региона Кутубу, озера Кутубу. Мало того, еще и настоящие тарелки, они деревянные. И вы не переверите, они отшкуривали эти тарелки специально листом, не шкуркой, а лист, лист дерева. Есть такой лист дерева, который достаточно шершавый, его я тоже привез. Мало того, из маданго я взял барабан, точнее не взял, а получил в подарок. И одно из украшений, которое подчеркивает статус, это губа-губа, который вставляется в рот во время танца синг-синг. Синг-синг, когда ты танцуешь, бьешь барабан, и это губа-губа у тебя находится во рту, ты выглядишь очень воинственно, отпугиваешь врагов. Все это дело у меня есть. И музеи, они уже получили достаточно большую коллекцию во время первой моей экспедиции. Это и кунсткамера, и музей мирового океана. Но дело в том, что в настоящий момент не экспонируют музеи настолько часто свою экспозицию, потому что у них и так много других. Поэтому я пополняю и надеюсь на то, что мы сможем создать в Санкт-Петербурге или в Москве музей, который будет рассказывать о южных морях, музей Миклуха Маклая, и который будет продвигать образовательные проекты. Но для этого нужны меценаты, которые будут готовы помочь организации экспозиции. А уж все остальное у нас есть. А вот остались ли еще какие-то заповедные уголки в Папула-Новой Гвинеи, куда вы еще только планируете отправиться в следующие свои поиски, куда по каким-то причинам еще не добрались? Или все в принципе изучено? Конечно нет. Папула-Новой Гвинеи уникальнейшая страна, в которой изучено не все, но мы находимся на грани, точнее Папула-Новой Гвинеи и на грани того, что, конечно же, придет изменение. И, как я сказал, лидеры многих стран приехали для того, чтобы использовать и полезные ископаемые Папула-Новой Гвинеи, очень богатый остров. И тогда начнется что-то меняться. Но Папула-Новой Гвинеи это страна тысячи глаз. Каждый кусочек земли принадлежит кому-то. Это невозможно оказаться в том месте, который абсолютно не населяет человек. Если оно и не населяло когда-то, потом другое племя пришло и заняло эту землю. Землю очень ценят. И таких мест много. Дело в том, что для того, чтобы добираться до этих мест, необходима не просто смелость для того, чтобы идти в неизвестность, а необходим разум для того, чтобы согласовать с каждым из племен свой визит. И это можно делать только через клановость или дружбу между кланами. Вот как вот этот превосходный мой товарищ с женами, так и мне приходится договариваться через клан с другим кланом о моем последующем визите. Пока моя цель была это озеро Кутубу и Маданг. Это и так достаточно серьезное исследование. Следующие мои планы они пока еще не определены. Я только вернулся и очень хочу обработать то, что есть. А вот правда ли, что когда ваш прадед только отправлялся к берегам Новой Гвинеи, он вообще был уверен, что едет на верную гибель и даже просил великого князя Константина потом прислать корабль хотя бы за его дневниками, которые он спрячет в надежном месте, и что даже вот туземец Туй, который, конечно, впоследствии стал его другом и помощником, он показывал, что его убьют. Конечно, правда. Конечно, правда. И действительно, мало того, что тот друг Туй, он показывал, что когда Корвет Витязь уйдет, то Миклуха Маклая убьют. Он показывал это не просто, а фантомимо ложился, показывал ему, как ему режет горло, как ему придет ночью. И вот это действительно большое мужество остаться, зная, что тебя завтра убьют. А почему убьют? Ну, вы знаете, те люди, которые, да вообще очень многие, когда они не знают, когда что-то неведомо, они очень часто агрессивны. И в этой ситуации, и, конечно, его мужество, то, что он сам сделал первый шаг и пошел навстречу, и вместо того, чтобы достать револьвер, который у него был, спрятан, далеко ему оставили, и как и ружье для охоты, он отправился без всего, понимая, что во время экстремальной ситуации он может выхватить его. И в тот момент, когда эта экстремальная ситуация настала, он поступил неординарно. Он лег и заснул. И они поняли, что ему ничего не страшно. Вот таким образом. Николай Николаевич, ну вот вы сами, так же, как и ваш предок тогда, показываете, что пришли с добром, что цель вашей поездки сугубо научная. То есть, получается, главное – это доброе расположение и уважение. Ну, только таким образом можно это сделать. И вы знаете то, что когда нам страшно от чего-то, а когда я, например, находился в новом месте, и если бы я не знал некоторых обычаев, я тоже мог бы подумать, что все это достаточно страшно, ты находишься в тропическом лесу, в какой-то хижине, которая совсем далеко, никакой телефон, никакой такси, никакой машина, никакой вертолет тебя не достанет, никто тебя не найдет. И вот что единственное может тебя не просто спасти, а это действительно, если ты, понимая их, уважаешь их культуру, объясняешь, зачем ты, идешь вместе с ними и добиваешься того, чего хочешь. Это или узнаешь их культуру, или еще что-то. Ну вот мы встречались, когда с премьер-министром, перед отъездом, большой мой друг, и помимо того, что наши дружбы, мы общаемся и с целью того, чтобы все-таки наладить и продолжать сохранять теплые отношения между странами. Так вот он смело посмотрел на то, что я делал, он сказал, вы знаете, не каждый папу Новый Гвинеев знает, как делать сейгу, это из саговой пальмы делать муку. Я это умею. Не каждый знает, как охотиться, не каждый знает процесс инициации. Вы это все знаете. Вы, папу Новый Гвинеев, больше, чем некоторые папу Новый Гвинеев. Это большая награда. Вот это да. Николай Николаевич, а как бы вы сейчас оценили отношения между нашими странами? Советский Союз, ведь в 1975 году одним из первых признал независимость Новой Гвинеи. Ну, я вам так скажу, что отношения между нашими странами это отношения между нашими экспедициями, фондами Кухомакла и развитием культурных и гуманитарных связей. Россия в настоящий момент не занимается экономическим сотрудничеством и, возможно, в ближайшее время этим займется, потому что Джеймс Марапа, премьер-папа в Новой Гвинеи, в разговоре, который у нас был несколько дней назад, он сказал о том, что он ждет компании. И помните, наш принцип «Друзья всем, враги никому». Это принцип Папа Новый Гвинеи. Поэтому, возможно, это будет развиваться и в этой связи. А культурные и гуманитарные связи поддерживаются. Но, опять скажу, в основном сейчас, благодаря фонду Кухомака и работе ученых и нашими усилиями общими продвигаем эту линию, которая очень важна не только экономические отношения, но и вот это направление. В мае вы представили документальный короткометражный фильм «Берег Маклая». На какую аудиторию он рассчитан и на что был сделан основной акцент в фильме? Вы знаете, фильм для широкой аудитории. Но он рекомендован для дополнительного образования, потому что я его отправил с целью того, чтобы могли его оценить. И он рекомендован с целью дополнительного образования. И мы его использовали для ознакомления на уроках. Фильм 26 минут. Соответственно, есть возможность посмотреть во время урока и потом обсудить. Вы знаете, это два берега. Рассказ о Папу Новый Гвинеи и о Санкт-Петербурге. Но фактически это не просто Санкт-Петербурге, а Россия и Папу Новый Гвинеи. Но через гуманистические идеалы Микуха Маклая, который доказывал тогда и показал на своем примере своей работе о том, что все расы равны и никто не имеет права навязывать свои стереотипы, думая, что это только те стереотипы, которые всем должны подходить. И вот фильм об этом. Фильм о зарождающемся фашизме, в тех людях, которые в тот момент говорили о том, что папуасы и бушмены это не люди, которых нужно уничтожать, потому что они отличаются от белой самой красивой расы. К сожалению, тогда это было то время. И вот об этом рассказ. Николай Николаевич, вы также возглавляете фонд имени Миклоха Маклая, являетесь президентом Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона. Поделитесь планами на будущее, какие проекты, путешествия планируете в ближайшее время? Ну, я еще и руковожу Центром изучения Южно-Тихоанского региона Российской Академии наук Института Востоковедения. Это тоже для меня почетное звание, потому что все-таки Академия наук позволяет мне давать академическую информацию, сформировать ее для будущих поколений. И план сейчас достаточно серьезный. Во-первых, несколько публикаций о последующем книга о ее пополненном в Вене, о том, что меняется, и как благодаря вашим хорошим вопросам это все будет освещено точно так же и в ней. Но уже сейчас мы в сентябре начинаем проект, который называется «Россия в регионе Южных морей по следам русских путешествий». Это опять организует фонд совместно с Центром изучения Южно-Тихоанского региона и Детским центром экологии и туризма в Москве и другими организациями с целью именно знакомства молодого поколения с путешествиями в Южных морях. Южный мир это большая часть и Тихий океан раньше назывался «Атлас Южного моря» Крузенштейн, когда я его создавал. То есть это в принципе просто такое старое название, которое мы пытаемся не просто возродить, а подать это немножко в другой форме, чтобы мы знали историю, что иногда и название меняется исторически, но в любом случае заслуги и вклад России, россиян в изучение наших планет достаточно значим. И вот об этом будет как раз этот проект, чтобы молодое поколение могло гордиться достижениями наших исследователей, понимать, что вклад достаточно значимый, не забывать о том, что они тоже могут быть частью тех, которые потом войдут в историю и на которые будут равняться. Николай Николаевич, спасибо. Мы желаем вам успехов в вашей работе, в научной деятельности и удачи во всех ваших экспедициях. Я напомню, что мы беседовали с праправнуком и полным тезкой, знаменитого ученого, антрополога и биолога, известным путешественником, исследователем и ученым Николаем Николаевичем Миклухом Аклаем. Спасибо вам. Всего доброго. Продолжение следует...